Всем привет, дорогие друзья! Это Саван. Мы продолжаем с вами играть в Норсгард. Может быть, эта карта сегодня станет последней. То, что мы делаем. Нам теперь надо убить Хведруга. И, может быть, нам имеет смысл прямо сейчас сходить это и сделать. Я даже не знаю. У меня есть большой вопрос на этот счёт. Ладно, нам надо улучшить таги разведчиков. Для того, чтобы наши разведчики могли ходить по вражеской территории. Наверное, сделаю их сразу два. Для того, чтобы ускорить процесс. Так. На нас тут, по идее, будут, скорее всего, нападать. Поэтому мы побежим вот сюда. Да. На Бибрёст они уже не нападают. А на нас вот здесь они нападать 100% будут. Так. Что у нас здесь со всем стальным? Так. Давайте мы бахнем двух горняков. Так. Вышки у нас здесь везде есть. Двух горняков мы сейчас бахнем. Можем напасть куда-нибудь вот сюда и что-то с этим сделать. Это ратуши синего. Торча у синего здесь просто тупо много городов. Так. Нет. Куда мы там побежали? Нет. Бежали мы правильно. Мы вот здесь вот постоим. Сейчас на нас будут нападать. И мы будем отбиваться. Потому что отсюда сейчас пойдут вот эти великаны. Видимо, через этих великанов только и можно пройти. Можно с Йотанами, кстати говоря, еще устроить торговые отношения. И это будет неплохо. Но вообще я думаю, что все это нахрен не нужно. С другой стороны, у этого куча наемников. Я просто хотел бы до него прям дойти и убить его. Но, видать, сделать это не получится. А вот это вот как раз загубить было бы неплохо. Осторожно, нас нападет. А, ну да, это мы знаем. Так. Ты только смелый, храбрый партняшка. Ты, короче, уходи отсюда. Конечно, молодец. Но биться тебе здесь не надо. Так. Сукины дети. А-а-а. Бежать. Нет, ладно, не бежать. Мне бы, конечно, предпочел, чтобы они лучше ломали пушку. А не моих людей. Потому что людей очень жалко. Так, давайте-ка мы отступим. О, за мной, за мной беги. Правильно. Давай, давай, давай. С великанами есть отличная тактика. Просто не бить великанов. Хотя, кстати, здесь она что-то не срабатывает. Почему-то они перестали гореть. Это очень большой вопрос. Почему? Вроде раньше они горели без проблем. А сейчас что-то перестали гореть. Ну ладно, вышка у нас все равно стреляет. В любом случае. Ее, правда, надо починить. Ну, чинить ее никто не будет. Потому что, если я сейчас притащу туда крестьянина, он вместо починки, да, будет зону атакует. Кричать. Так, давай, Лифлан танкуй. Потому что больше кроме тебя никто танковать не сможет. Так, я, короче, отправил ее танковать. А они все равно стали бить кого угодно. Так, давай. Захватывай эту фигню. Захватывай вот эту фигню. Так, эту мы фигню захватить не можем. Потому что здесь синий. Надо синего вот этого пронести. Так, разведчик погиб. Блин, надо взять эту обилку, которая не дает разведчикам погибать. Потому что они задолбали погибать уже, если честно. Давайте мы захватим вот это. Потому что это даст нам 10% атаки. А 10% атаки это зашибись. Так, а вот сюда я не могу высадиться. Это, блин, это все не побережье. Короче, а хотя нет, вот это побережье. Вот это побережье. Может быть, я тогда и смогу использовать наемников для захвата? Требуется 500... 500 ништяков требуется. Производство мани. Так, давайте-ка мы ее улучшим. Эту гавань. Я реально хочу попробовать высадить наемников к тому товарищу интересному. Так, мы пока постоим здесь. Мне нужно только Славу. Блин, ну это надо колонизировать. Так, что-то у нас происходит. А, может быть, мы Славу вот на этом заработаем, говнюке? Да, я думаю, что на этом говнюке мы Славу вполне себе заработаем. Так, бежим. Надо его пронести. Охреневшего типа. Так, сейчас мы забираем вот этого типа. Потому что он явно вряд ли что-то сам... Хотя не, я знаю, сколько его. Может, и сделает, кстати. Ну, прям хочет. Прям хочет он, смотрите-ка. Так, отремонтировать давай. Ладно, ты меня убедил в том, что ты опасный. Говно вопрос. Я поверил. Посмотрим, насколько у тебя ополчение классное. Так, ну-ка, собраться и зарезать. Так, теперь забраться... О-о-о-о, бежать. Так, пришла подмога, это хорошо. То, что скрипта не останавливаются, когда начинается... Да, вернее, когда начинается скрипта, не останавливается бой, это плохо. Так, давайте, тащите мне подмогу свою. Где она, кстати? Я подмоги не вижу, которая пришла. Так, а здесь мы можем получить 50. Мне чуть-чуть славы осталось, я смогу насылать на них всякое говно. Может быть, мы сначала вот этого драугра прибьем, заодно и полечимся. А потом тогда нападем вот на этих ребят и доберем с них остатки славы. А, ты сам решил на него напасть? Молодец, ладно. Давай, давайте так. Я, в принципе, не против. В принципе, я не против такого поворота событий. Так. О, еще бегут, отлично. Даже если они кого-то убьют, в принципе, это не критично. Они пытаются лиф убить. Так, давайте колонизируем вот эту штуку. И получим за нее ништячков. Так, ништячков мы сейчас получим. Отлично. Теперь бы мне... Так, защите за каждого активного морехода или торговца. Сейчас 10, максимум 20. Стоимость улучшения оружия снижена. Либо, к счастью, и за каждый улучшенный военный лагерь. Давайте возьмем к силе. Так, у нас новый титул Яру. Теперь мы можем отправлять всякую фигню. Что очень неплохо, на мой взгляд. Так, и можем взять себе, допустим, благословление Фрей. Так, ну что ж. Я бы хотел тогда воспользоваться этим интересным решением. Так, ну-ка, привлечь наемников. Я бы хотел привлечь наемников вот сюда. Как у вас тут дела, ребята? Я бы хотел посмотреть, как у вас с наемничками будет. Я так думаю, что наемников-то они, наверное, перережут, скорее всего. Да, эти наемничков перережут. Этих тут дофига, слушайте. Очень жаль. Так, а можно их сразу двоих отправлять, интересно? А, вербовка идет в процессе. Блин, и надо очень много золота. Надо, короче, что-то с золотом делать. Надо, наверное, выработку золота себе сделать побольше. Потому что реально у нас... У нас должно быть золото до хрена на то, чтобы наемников делать. Это что такое? А-а-а. Хрена себе. Так, ребят, ну вы-то с ними не сражайтесь, пожалуйста. Зачем вам это надо, я не понимаю. И кого у нас тут похерили в итоге? Так, давайте мы вот этого убьем. Так, это просто сам сгорел. Так, мне нужен еще один тогда крестьянин. Кого у нас убили? У нас убили одного из вот этих. Так, иди сюда. Так, крестьянин пошел ли чинить, вернее, нет? По-моему, никуда он не пошел. Так, иди отремонтируй. Блин, вот эту штуку я хочу забрать. Ну-ка, крестьянин, дорогой другой друг, иди сюда. Мы сейчас с этого можем... О-о-о, так, на нас еще и драугры напали. Ну, тем более. Можно забрать эту территорию, хотя 670, конечно, но можно забрать. И получить с нее дополнительно ништяков. Причем таких нихреновых ништяков. 10% это прям прилично. Нападать только постоянно будут, потому что они с ней граничат. Поэтому, не знаю, может быть, это не очень хорошая мысль. Давайте мы, наверное, синего прибьем. Вот этого синего. Я думаю, что мы должны это сделать. Особенно, если сейчас построить какую-нибудь кузницу, и там подулучшится. Так, здесь есть кому построить какую-нибудь кузницу? Нет, здесь некому построить какую-нибудь кузницу, но сейчас мы это и сделаем. Так, подулучшим наши войска. Мы можем это и сделать. И заодно занять его территорией. Так, хреначить этих ребят. Сейчас они на нас пойдут. Мы как раз от них избавимся, и все будет зашибись. О, ни хрена себе у вас тут. У тебя, может быть, у нас все не будет зашибись. Блин, их очень много. Так, ладно. Я передумал, я передумал. Да, да, вы победили. Молодцы, вы победили меня только что. Практически в честном бою. Так, я хочу метать литопоров. Так, я хочу метать литопоров. Кто нам их построит? Ну, допустим, ты нам их построишь. Так, я хочу кузнеца. Так, допустим, ты у нас будешь кузнецом. И нам надо кое-что подковать себе. Так, во-первых, я хочу производство денег. Так, я хочу мореход, производство денег. Наемник. Так, против снарядов. Так, я хочу воинов. Я хочу знахарей. Вот так вот хочу пока в таком количестве сделать. Так, и что я могу еще сделать? Щитоносцев я еще хочу. Так, я еще хочу щитоносцев. Чтобы построить щитоносцев, мне нужен какой-нибудь свободный тип. Так, давайте мы вот этого свободного типа для щитоносцев возьмем отсюда. Так, метатель топоров. Так, давай, собираться будешь здесь, и ты у нас пойдешь в метатель топоров. Так, я думаю, что у нас тоже пойдешь в метатель топоров. То у нас с рейнджевиками не очень все хорошо. Так, метатель топоров. Так, мы получили припасы и подкрепления. Хорошо. Они же складываются, я надеюсь, между собой. Все эти припасы и подкрепления. То есть, если, грубо говоря, я сам строю метатели топоров, то, может быть, соответственно, дополнительно мне все равно их будут давать. Так, отлично. Есть у нас метатель топоров. Еще одного могу сделать. Еще одного метателя топоров. Так, сейчас у меня практически не останется бабла. Так, ребята, высадились. У нас, ну, считай, полная пачка. Одна, но практически полная. Так, этот товарищ скоро будет дудеть в дуделку. Дудеть в дуделку. Так, у него здесь очень много людей. А вот он на нас, кстати говоря, решил напасть сам. Это очень хорошо. Воевода. Так, отлично. Вот он решил на нас напасть с воевода. Да и сейчас, если мы у него прибьем воеводу, ему потом будет очень невесело. Потому что мгновенно он его восстановить не сможет. И плюс мы еще сейчас на его атаке кое-кого у него подрежем. Так, отлично. Теперь давайте нападем тогда сюда. Подрежем у него все вот это вот мелкое ополчение и прочую шушеру. Так, бежать. 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 Так, все бежать. Все бежать. Нам терять никого не нужно. Мы лучше подлечимся. Да, потому что так у него народ мы подрезали. Народ у него подрезали нормально. Так, в принципе, торопиться нам не нужно. Максимум они пойдут отсюда. Но они могут пойти, кстати говоря, и к нему. И вообще все будет хорошо. Так, еще нам, конечно, желательно бы взять чеканку. Без чеканки, потому что как-то печально. Может быть мы возьмем вот этого. Его куда-нибудь отправим на камень. Так, ладно, давайте лечите нас. Этих ребят, да, этих ребят тоже лечат. К сожалению, этих лечат тоже. Могу я так ловко напасть, подставиться и потом всеми пойти их добить? Интересно, это нормальная идея? Или идея говно? Так, не, ну Лифа они просто так нахреначить не могут. Ну, хотя нет, могут. Так, народ подрезали, все, отступаем. Так, ну у него практически здесь никого не осталось. Осталось только базовое ополчение и еще там кое-кто из этого. Так, ну-ка, Лиф, давай, хрена чего. Так, вопрос, на кого сейчас пойдут гиганты? Вернее, на кого они уже пошли. Они же идут, правильно, нет? Так, эти пошли на медведя нападать. А, ну и вот, собственно, как нам попасть к этому чуваку. А может быть нам тогда не компостировать мозга? А, ну я думаю, что если туда попаду, скорее всего на меня будут здорово нападать. Не думаю, что у меня нормально получится. Кстати говоря, здесь почему-то нет войск у него. У меня, правда, денег нету. То, что у него тут нет войск, это вообще смешно. Так, и у меня до хрена дерево, господи, дерево. У меня до хрена ресурсов. Мы можем колонизировать этот кусочек. Давайте колонизируем. Так, как у вас дела, ребята? Я пришел посмотреть. Все ли у вас хорошо? Нет ли у вас никаких проблем? Люди несчастны. Ничего, сейчас мы с людьми разберемся, я думаю. Так, у нас осталось, в принципе, всего ничего. Так, во-первых, нам надо у него вот это вот отнять. Так, ваш клан не может расти, потому что люди несчастны. Хочет дома получше. Ну, я могу обеспечить дома получше, в принципе. Так, хижину рыбака не могу, учебный лагерь не могу. А где у нас дома вообще все? Давайте вот такой вот дом сделаем получше. И, например, вот такой дом сделаем получше. Так, давай наш клан расти. Это надо у него отнять. И останется, в принципе, вот это. Я смотрю, он воевода там выкупил. А куда он побежал, воевода? По-моему, он побежал на меня в атаку. Так, мы можем отколонизировать за 800, но у меня закончилось, потому что идет дождик. О, он сам решил напасть, очень хорошо. Так, то, что он сам решил напасть, это великолепно, я бы даже сказал. Осторожно, на нас напали. Вот то, что на нас напали здесь, это невеликолепно. А кто напал? Волк. Блин, волк это смешно. Так, идем сюда пока и лечимся. Так, я думаю, что волка мы отобьем, да? Ну да, волка мы отобьем. Можно... Не, ну там с этой территории, ладно, пока ничего не будем делать. Нам бы денег накопить. Торговые отношения нам бы еще с кем-нибудь устроить. Нам бы вообще много всего интересного сделать, но мы пока не можем. Да, у нас из этих самых, из магических вещей только одна эта штука. Ладно, надо долечиться. А что у нас здесь, что? Кто-то бежит? Нет, никто не бежит. Так, ну теперь надо бы зарезать вот этих. И шаманов. Тогда он не сможет лечиться, и можно будет смело нападать на пушку. Хрен ли мне, кто там что сделает. Так, руби шамана! Так, надо контролить наших ребят, чтобы их не похерачило. Так, беги. Беги. Так, шамана отхерачила. Так, хорошо. Кто у нас здесь самый дохлый? Значит, ты у нас самый дохлый, кто еще самый дохлый? Ты тоже не очень хорошо себя чувствуешь. Так, эти у нас бегут лечиться. Мы стоим здесь, отбиваем. Молодой господин, пришла помощь. Так, хорошо. Хорошо. Подмога это зашибись. Я думаю, что мы сейчас наковыряем себе кучу войск и пойдем его валить. Нам бы каких-нибудь щитоносцев, может быть, я даже не знаю. А где у меня щитоносцы? Я их где-то построил, я же не помню где. А не построил я их. Лагерь щитоносцев у меня не достроился в итоге. Так, ладно, тогда метать ли-то пару забахаем. Так, это у нас уже на максимум. Так, все, мы у него отняли. Так, территорию мы у него отняли. Это хорошо. Так, все бегут сюда. Так, мы про откуда-то кого потеряли? Ну и хрен с ним. Ладно, это уже не страшно. Так, ладно, тогда сразу бежим сюда. Не ломай вот эту вот фигню. Так, ты у нас уходишь. Ты у нас уходишь. Так, ладно, мы ее задымили. Тогда отступаем немножко. Немножко отступаем, подлечимся. Нам не нужно спешить никуда. И возьмем либо рост населения, либо, блин, разведку. Чтобы мы до сюда... А мы уже все разведали, в принципе. Давайте возьмем на чеканку. Давайте возьмем чеканку. Тогда мы сможем проложить торговый путь. А где у нас йотуны? Мы же йотунов нашли. Родные земли. Главный торговый пост. А цены параметически одинаковые, кроме родных земель. Давайте родными землями откроем тогда. Так, вот там что, подчинились? Ну, молодцы, что могу сказать. Подчинились, молодцы. Сейчас я приду к вам все это дело доломать. Так, нападаем. Даже если мы кого-то потеряем, в принципе, не страшно. Хотя, если мы потеряем вот этих, будет нам неприятно. Давайте мы их уберем отсюда. Так, лифт мы потерять не должны. Так, башню мы снесли. Все, теперь мы можем все смело сюда прийти и решить его ратуши. Так, и у нас будет минус один говнюк под боком. Кстати говоря, мы можем вот это колонизировать и забрать у него поля. Поля, амбар и дом шамана. Еще один, что бы нет, собственно. Так, давайте. Мне нужно раз. Так, давай, мне нужно два. И давай ты вот так вот. Идите, почините мне вот это все. Так, вы идете чинить? Да, вы идете чинить. Вроде как должны. Я надеюсь, должны успеть. Так, сейчас мы у него пронесем ратушу. И все это будет нашим. И поля будут наши. Это хоть и хорошо. Так, мотать. Откуда вы беретесь, я не пойму. Мотать. Он еще там кого-то напризвал себе. Не-не-не-не-не-не-не-не, ребята. Так, жратву мы себе забираем. Все, жратву мы себе забираем. Ратушу мы тебя решаем, друг. Так, есть такое дело. Теперь у нас под боком нету никого, кто бы мог нам помешать. Клан не может использовать это здание. Почему не может? Потому что это дом шамана, да. А может, у нас же не шаманы. Так, ладно, не может и не может, хорошо. Не может использовать это здание, будет использовать какой-нибудь другой пес с ним. Так, у нас потому что не шаманы, у нас кто они? Знахари. У нас знахари. Ну, знахари и знахари. Так. Здесь у нас чего? Здесь у нас была пивоварня и учебный лагерь. Это нам, в принципе, не очень сильно нужно. Поля, кстати говоря, улучшены. На поля можно отправить как раз... Так, все, на три у нас на полях работают. Это у нас будет дополнительно жратва. Здесь нам, в принципе, ничего не надо. Можно, конечно, вот эти еще захватить. Но 960 у нас просто только нет. Ну, теперь что? Теперь нам только нападать на этого Хведруга. Так, ну, товарища Хведруга. Ну, между нами и Хведругом кое-что лежит. Причем так нихреново кое-что лежит. Нам, в общем-то, можно либо напасть и уничтожить его основную базу, либо просто до него дойти. Вот это вот большой вопрос, что лучше. Так, напасть сюда, наверное, у нас не получится. Здесь, потому что... Да, здесь у нас есть некоторая охрана у него. Есть только напасть сразу за кучу денег, но у нас нет кучи денег. Еще один торговый пост. Ну, не знаю. Так, а этот торговый пост у нас... Так, на этот торговый пост мы можем, в принципе, еще кого-то посадить. Вот, давайте посадим. Так, в гавань мы можем засадить еще одного человека. Давайте максимизируем себе приток бабла для того, чтобы весело нападать на него. И нам, наверное, нужна еще одна гавань для того, чтобы сразу хреначить на двух направлениях. Для этого нам нужны бабки. Так, ты у нас кто? Кузнец. Так, тебе заняться нечем. Да, я смотрю. Лучше у нас тогда... Не знаю, кого. Горняков. Пивоваров. Пивоваров давай лучше. Хэппи у нас быстрее делают. И, например, мохотников еще. Так, и мы можем наулучшать кучу зданий. Я, правда, не знаю, каких, насколько и зачем. Потому что так-то у меня, в общем-то, уже и так все улучшено. Ну, дома есть только. Так, народ, так. Нас Нортгард прислал еще кое-что интересного. Это зашибись. Но нам нужно построить еще одну гавань где-то. Но мы можем построить ее либо здесь, либо развить вот эту вот область. За сотку, правда. Ну, давайте построим здесь гавань. Тогда у нас будет типа две гавани. Я просто не знаю. Вот на меня с двух гаваней направляли. Но я так думаю, что я нахрен надо с двух гаваней направить, скорее всего, не смогу. То есть это, наверное, работает только в одну сторону. Против меня можно, я не могу. Либо мы можем просто на него напасть и отпиздить. Такой, кстати, тоже нормальный вариант. Вот у него здесь есть какой-то воевода. Да, это воевода? Воевода. Мы можем у него похерачить воеводу. Потом вот эти вот силы, которые у него есть, на себя схреначить. И одновременно с этим напасть ему на побережье, например. Потому что это на самом деле неплохая мысль. Мы же можем так сделать. Да, ну нас прям подхреначили, подхреначили. Молодцы. Так, ну отступим, ладно, на свою территорию. Окей. Отступим на свою территорию. И я хочу попробовать на него нафигачить наемничков. Так, наемничков на него нафигачить. Могут ли они что-то сделать? Так, хочу вот сюда, например, напасть. Не на основную базу, а на вторичную. Так, мы можем, да. Мы можем напасть сразу на две, короче. Можем мы все-таки это сделать. Соответственно, со второго без проблем. Так, ладно. Так, допустим, мы отправимся в поход. Зачем мы отправимся в поход? Вот за этим, например. Так, ну наемники, естественно, тут ни хрена особо не сделают. Они неплохое дополнение, естественно, но... Ну, хотя нет, нормально они, в общем-то. Если они будут нападать примерно одновременно с нами, они могут очень нифигово подпортить жизнь. Но при наличии укрепленной башни на берегу... Чем более двух, как они, блин, две башни делают, я вообще не понимаю. Давайте мы попробуем до этого Хведруга просто дойти. Так, чтобы нам до него просто дойти... Нам нужно пройти через несколько регионов. Так, давайте посмотрим, через какие и как. Так, допустим, вот здесь. Потом здесь вот по периметру. Дайте вот сюда пойдем, ладно, для начала. Так, забьем вот этого. Потом нам надо будет пройти это все, подлечиться. И потом можно будет напасть на Хведруга. Примерно такой план. Мне кажется, план охранительный. Так, здесь у нас Валькирии. Сколько там Валькирий? Валькирий там две. Плюс к нам периодически присылают припасы, поэтому, по идее, мы можем даже кого-то потерять. И это будет не сильно страшно. Так, есть такое дело. Так, потом пойдем дальше вот сюда. Но вот эту территорию он уже будет защищать. Здесь мы просто так не пройдем. Хотя, может быть, и не будет. Сейчас мы посмотрим, будет он защищать. Здесь ему защищать-то ему особо нечем. По факту, вот эту территорию. У него какие-то войска есть, но не очень большие. Без представительных воск здесь особо ничего не сделаешь. Он, конечно, может сейчас прибежать. Если мы успеем у него отнять вот этот кусок. А мы, я думаю, что можем успеть у него отнять. Дальше у нас остается только две зоны. Вернее, даже одна. А потом сразу будет этот самый Хведрук. Так, слушайте, на нас прям что-то нападают. Правда, по очереди, но нападают нихреново. Так, нам надо бежать. Все, 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 все. Ладно, друг, ты меня прогнал. Окей. Окей, окей. Ты меня прогнал. Вообще красава. Ну, ты, я так понимаю, снял с побережья за то войска. Да, для того, чтобы меня прогнать. Да, это войска с побережья. А у нас накопились уже наемники? Наемники. Я тут вижу, с побережья кое-кто ушел. Давайте сходим, посмотрим, как у него дела. Так, Лив получает к защите и к атаке. Лив дает, к счастью, стратегия обороны. Так, счастью за каждую гавань. И гавань, если улучшена. Так, давайте сделаем вот так. Так, а вот и наемнички, которые, типа, бесполезные, пришли, подрезали шаманчиков. Так, здесь мы с кем-то расправились. Здесь мы молодцы. Так, мы лечимся? Лечимся. Хорошо. Не, наемнички хороши. Наемнички прям вообще молодцы. Стоило ему только немножко отойти, и мы тут же ему насовали леща. Так, а мы можем тогда... Где мы есть-то вообще? Мы вот здесь. Мы можем пойти... Блин, мотать у него войск. Откуда у него столько войск? Я не понимаю. А что, если мы нападем сюда, например? Или... Или вообще вот сюда. Блин, ну здесь очень много войск, реально. Нет, сюда мы нападать не хотим. Так, о, норгерские братья прислали нам еще. Так, хорошо. Тогда мы вообще никуда не хотим нападать. Мы хотим подождать, посмотреть, что нам пришлют братья норгерские. Так, вот там бегают черти-то, а? А, ну бегите сюда. Бегите, бегите. Хорошо, да. Прогнали меня, прогнали. Вот это бы забрать, конечно. 50% и 10% к всем бойцам. Прям вообще круто. Блин, вы достроите когда-нибудь эту штуку? Почему она никогда не достраивается? Так, и что еще хотел достроить? Это здание у нас заполнено. Так, мы его давайте разберем. У нас здесь, получается, есть люди, которые ничего не делают, которых можно переоборудовать как раз, может быть, в щитоносцев. Сейчас он это дело доделает. Так, а кого нам прислали? Нам прислали всего трех бойцов, да? Маловато. Так, давайте мы сделаем из них щитоносцев. И не напасть ли нам еще разочек сюда. Я смотрю, они опять отсюда ушли. Если бы это был человек, конечно, было бы вообще круто. Потому что у компьютера у него нет таких проблем. Он просто берет и отстраивается с нихрена. У него слишком запрограммированы хорошие штуки. Если бы был человек, человек бы прихренел, наверное. От вот таких вот постоянных набегов. Правда, двух наемников, два лагеря сразу на одно побережье напустить нельзя, к сожалению. А так было бы круто. Так, вот мы отманили ребят. Так, а пока мы отманили ребят, мы сейчас нападем. Нас довольно много. Единственное, что мы все не успеем добежать. Так, это у нас вообще в соседнем регионе. Мне нам вот сюда надо нападать. Так, наемники реально его растягивают. Даже компьютер растягивают. Так, вот. Отлично. Теперь мы здесь. Пока вот сейчас соберется с мыслями. Ну, хотя он с мыслями довольно быстро собрался. Но пока он все равно разрозненно придет, мы успеем кое-что-то сделать. Атаковать, причем, какую-то одну цель довольно затруднительно. Потому что пока они будут бегать, их проще даже не трогать. Это немножко ироничная ситуация, но какая уж есть. Так, ты же у нас не сильно страшный. До тебя, по идее, сложнее добраться, чем тебя убить. Хотя это, конечно, странно. Ну, допустим. Так, не занятый член клана. Так, не занятый член. Что бы с тобой сделать-то с членом? Так, ладно, ничего не будем с тобой с членом делать. Будешь, ты будешь пока не занят. Так, человека с дуделкой надо сейчас профигачить. Ну, для того, чтобы профигачить человека с дуделкой, нам нужен вот этот регион. И еще вот этот регион нам будет нужен. Да, потому что без этого мы дальше не пройдем. Ну, ладно. Хорошо. Готов по один таки жертву. А, нет. Его, кстати, захватывать не обязательно. Так, ладно, разохватывать его не обязательно. Ну, пойдем сразу отсюда. Так, ну и что? А что у нас сейчас это выльется? Давайте посмотрим. Так, вот наемники. Вот он сам Хведруг прибежал. Ну, давайте бьем Хведруга. Ну, он неплох, я хочу сказать. Опять ты здесь? Ну что, Хведруг, мы пришли тебе вдавать из дюлей. Совершилось, я загнал тебя в угол. Хведруг, ты проиграл. Рагнареха не случилось, твои усилия оказались напрасны. Он твой, убей этого верзавца. Гляди, этот трус дается, убей его. Что ты скажешь свое оправдание, негодяй? Столько страданий, и ради чего? Очевидно, ему нечего сказать свою защиту. Исполни свою месть, государь. Ты, должно быть, сошел с ума. Твоя гибель неминуема, и ты смеешь смеяться мне в лицо. Я избавлю тебя от мучений. Ты победил, Конунг. Но ты все равно опоздал. А что ты его не убил? Где этот самый? Наконец-то Хведруг оказался моей властью. Он проиграл, а мы победили. Так, по крайней мере, я думал. Когда я приготовился оборвать его жалкую жизнь, Хведруг мирно улыбнулся без намека на раскаяние или горечь. Ты победил, Конунг, сказал он, но ты все равно опоздал. Хведруг выстоял, но мировое древо содрогнулось до корней. Ты думаешь, что становил Рагнарек? Я говорю, он в самом разгаре. Он продолжил. Я свое дело сделал. Может, люди не сбросили себя Ерму Одину. Теперь они знают, что сопротивление возможно. Наступает новая эра. Поступай со мной, как знаешь. Пощади или убей. Мне все равно. Я никогда не узнаю, почему слова его пронзили мою душу. Я вдруг захотел его убивать, осознав, что его смерть ничего не даст. Она не вернула бы мне отца, и он был прав. Рагнарек действительно наступал. Или скорее наступает в эту минуту. Это и вправь, новая эра. Наша история не разрешена, она только начинается. Нортгарду нужно залечить раны, и мы ему в этом поможем. Этот континент когда-то мы называли диким и недружелюбным. Теперь мы называем его домом, что ли? Хе-хе-хе. Вот это поворот. Неожиданный вообще. Ну все. Широ Геймс нам произвела. Так, это по-любому палевная музыка. Рагнарек только начинается. Ну все, да? Да, все. Ну, в принципе, что я хочу сказать. Игра прикольная. В ней есть свой определенный шарм. Она больше даже тактическая, чем какая бы то ни было еще. То есть вот эти вот развития, противостояния разных группировок. Она, скорее всего, очень интересна по сетке. Когда играют два каких-нибудь мощных чувака. Но я не знаю, добьется ли она когда-нибудь такого успеха, чтобы два каких-нибудь мощных чувака реально играли всем. Те хотели на это посмотреть, как на какую-нибудь, не знаю, там, StarCraft, WarCraft или какой-нибудь Датанский. Но, тем не менее, игра, мне кажется, достойная. Я бы ее, наверное, рекомендовал. Те, кто досмотрел сюда, пишите, что вы думаете по этому поводу. Еще минус один проект. Будем искать что-нибудь еще. Спасибо, ребята, за внимание. Удачи и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok